всем привет с вами ваша танюша поздравляю всех с праздником 9 мая желаю счастья любви мира и чистого неба над головой сегодняшний день я планировала провести немного по-другому но погодные условия конечно поменяли мои планы и я вынуждена поменять вообще структуру данного блога начала его сейчас с конца так как я завершаю это видео хотелось бы ставить его и в него еще несколько сюжетов которые я планировала но у нас сегодня был дождь я его не застала я в это время спала но на улице сегодня очень прохладно поэтому планы немного сдвинулись на парад я не пошла там очень холодно я конечно же даже спала в теплой пижаме из-за этого и я решила что событий в этом блоге было достаточно и поэтому я его буду завершать все события записанные ранее в этом видео сделаны были вчерашним днем если в вашем городе сегодня отличная погода желаю вам хорошо провести этот день его с любимыми близкими родными может даже если повезет на природе или дома в теплой и уютной обстановке всем привет с вами ваша танюша и моя мамулечка надежда петровна начинаем новый влог едем с мамой в ашан я ваш а мама в леруа мерлен в общем у нас сегодня это запланирован небольшой шопинг кое-какие нужны при бомбасике будем наводить порядок в дворе на улице просто адовое пекло я села в куртке мама вот так вот видите в сарафане а это как ремонт тебе не холодно будет а у меня дома холодно да ну как бы прохладно без отопления я подмерзла в свитере ходила такая да выхожу уже мам ты собралась захожу подхожу к машине она сидит сарафане но я тоже футболки и куртку надела такая думаю может и пиджак возьмешь или куртку с собой она такая воин все надо игрнуть короче блин дуру в куртке такая да все кроссовки носки у меня штаны все как полагается а мама тут налегке это уж не на пляж едешь проехались уже пять минут я такая куртку снимаю я не могу там наверно градусов 30 представляете у нас вообще прям сезон открыт кайф я бы с удовольствием поехала тоже бы загоралась сейчас а не в леруа но моя нога заживает и еще две недели мне нельзя как минимум точно никакие загоральные процедуры ну я так покинула мне где-то 14 15 числа только можно будет попробовать позагорать ну не знаю потерпим потерпим будем работать будем ждать пусть нога заживает мам девчонки удивляются то что у меня мамуля за рулем а что здесь такое не знаю тебе не страшно я уже не нашли себе только начало ездить а то я уже сколько лет двенадцать или тринадцать года лет лет двенадцать а ну закрой кто это тебя плохо слышно и может даже погромче лет двенадцать или тринадцать это совсем громко ну да не ну да я ж помню ты примерно со мной в один год сдавала я сначала по моему об этом ты на следующий год где-то так я даже не помню но есть уж ты побольше чем я по моему я уже не помню в каком году 10 лет было права мы с тобой ездили это менять года два или три назад да ой до четыре помню я не помню склероз как красиво там тюльпанчиков прям целая аллея глаз ой я тоже не представляю себе жизнь без руля вообще я даже не успела зафиксировать действительно да 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 вылетел вообще просто между мамой автобусом просунулся вот в такую вот сель представляете может быть он под шофрел да дураков сейчас хватает блин аварии каждый день и страшно даже вот не знаю ездить тоже в общем мы разделились с мамой она пошла сама в беруа я пойду в ашан сама чтобы было немножко побыстрее а то что-то я думаю до вечера не хочется здесь лазить народу просто тьма в меге уже как будто бы начался аппарат но только из этих из посетителей очень много людей разбирают все выходные конечно у людей сейчас наверно в ашане вообще будет оттас Оооое ха-аааа капец меня чуть не сбил автобус Смотрите что творится На фудкартах вообще места нет посадочного какой то а-чак дс mer Вау, здесь какой-то шахматный чемпионат для детей, народу как в Анапе в июле. Что такое? Пусто? Пусто в мисочке. Мама, дай мне. Вкусненько, а отчего ты принесла, да? Приехала из Ашана, набрала продуктов, полный стол кульков. Сейчас будем вместе с вами делать экспресс распаковку, покажу вам, поделюсь, что я купила. Кстати, сейчас очень много товаров по скидкам в Ашане. Например, вот эти булочки, я не знаю, что это за булки. Кстати, где тут бирка? Улитка с маком по 21 рублю за штуку. Взяла сразу две пасочки, я уже доела, а хлебобулочные я люблю, поэтому они такие свеженькие, мягенькие, прям вообще так и хочется их съесть. Ну, я не знаю, я поехала еще в Ашан голодная, мне так хотелось чего-нибудь поесть. Я, в общем, схватила, хватало все, что под руку бросалось, самого такого аппетитного, вкусного. Кстати, по пути домой нарвали букетик. Очень много уже, где расцвела сирень, и, в принципе, ее прям густо, везде и всюду. Я не удержалась и нарвала несколько веточек себе домой. Взяла такой маленький батончик, ну, мне одной, этого достаточно. Я всегда беру вот этот, кстати, вот этот маленький, он стоит 11 или 13 рублей, и он у меня все равно будет лежать еще, наверное, недели-две. Я очень мало ем хлеба. Хлебобулочные ем, а хлеб не очень люблю, да? Странное дело. Сейчас в Ашане яйца по скидкам, кстати говоря, я брала перед Пасхой по 77, сейчас по 59 яйца за десяток. Такие же точно, один в один. А, нет, я в этот раз взяла желтые, до этого брала белые. По 59 рублей за десяток. Вот этот вот корм, какая-то новинка, 100% вкусно, по 15 рублей сейчас шел по акции. Феликс, он очень любит, кстати, сейчас мы его покормим Феликсом. Ну, сейчас закончим распаковку и покормим. Взяла сразу несколько упаковок. Ой, взяла вот такой еще Феликс, это новинка для котят до одного года. Я знаю, что мой малыш любит даже корм для котят, я ему беру иногда всякие подушечки для котят. Он с удовольствием их уплетает, хоть ему уже и три, но вот эти вот вкусняшки для котят ему тоже очень нравятся, кстати. Взяла в Ашане конфетки нормальные, хорошие трюфели. Я их уже пробовала, 418 рублей за килограмм. Взяла полкило, ну, 400 грамм. Это обалденные трюфели. Сейчас покажу вам. Они реально просто вот бомбезные. Я лучше трюфеля не пробовала. Не, пробовала, конечно, но за эти деньги это просто находка, находок, как они тут называются, ла, ко, классический какой-то, ла, ко, лакош, лакоше, трюфель классический. Лако, лакоше, лакоше, лакше, лакшери. Короче, непонятно, короче. Мне нравится, знаете, что он выглядит именно внутри, вот как трюфель. И его ешь, он реально вот, ну, трюфель, трюфель. Он крепкий такой, и вот густой, и горьким шоколадом отдает. Ну, в общем, такой должен быть трюфель, как мне кажется. Они все разные сейчас производители, по-разному его делают, но я люблю именно, чтобы вот был такой. Взяла еще вот такие конфетки. Тоже я их уже пробовала. И в обычных, да, там в маяке, в светофоре я таких не встречала. Льюис, они сливочная нуга идут, сверху молочный шоколад. Они просто обалденные, особенно если их еще в холодильнике подержать, они подзастынут. Они такие, знаете, как Марс. Марс, ну, еще и прям такой вот, ну, тянется, жевательный такой вот эта вот нуга. Она очень хорошего качества тоже. Стоят эти конфетки сейчас по акции по 300, 4, ну, 305 рублей. Взяла, не знаю, сколько, потому что здесь чек как-то по-дурацки вышел. Ну, где-то грамм 200, наверное. Грамм 200-300. Вот за это я люблю такие магазины, знаете, можно брать нормально. Ну, по 200 грамм, не то, что там в этих вот светофорах, в этих всех, скажите, сразу берешь мешком, а потом его невозможно съесть. Взяла авокадо, я брала его в прошлый раз, 4 штуки, уже доела, по 29 был. В прошлый раз сейчас по 26 рублей авокадо. Отличный авокадо, мне очень понравился. Я взяла одну штуку, потому что я, в принципе, их уже наелась. Одного мне будет достаточно, 26 рублей, очень хорошая цена. Смотрю в камере, лежит моська, вы там вот смеете, тоже с нами снимает, принимает участие в обзоре. Сейчас вот этот пакет разгребем. Здесь я взяла овощей, морковка по 30, а нет, по 59, по 60 рублей за килограмм, представляете? 60 рублей за килограмм морковка обыкновенная, прошлогодняя. Сейчас мы ее уберем сразу в холодильник. Картошка по 39,90, но картошка по 40 рублей килограмм. Сейчас я уберу это в холодильник сразу. Взяла творог 5-процентный, сейчас он шел по скидке. Домик в деревне, обалденный творог. Здесь 170 грамм по 37 рублей. Обычная его цена по 74, представляете? Я прям вообще на радостях схватила сразу с запасом. Так, сколько я взяла его? 4 упаковки, по-моему, взяла его. 5 упаковок, 5 упаковок сразу взяла. Я его сразу, конечно, весь не съем, я кину его в морозилку. Одну оставлю себе на завтра, не, на ужин оставлю на сегодня. Может быть, две оставлю. У него хороший срок годности, хороший, я сейчас скажу вам, до какого числа, до 18 мая. В принципе, я ставлю пару штук в холодильнике, остальное брошу в заморозку. Очень удобные такие вот емкости, да, вот прям и для хранения, и для разморозки. Когда много его не хочется, много не съешь, и вот так у тебя сразу уже расфасовано. И можно достать именно вот одну порцию, разморозить. Так, чего у нас тут? Овсяночка взяла. 400 грамм по 19 рублей. Взяла сразу две упаковки. Лук взяла. Лук у нас по 38,90... А, нет, по 49,90, по 50 рублей за килограмм. Обалдеть! Цены что-то взлетели как-то очень нереально. Круто! Опять вкусняшки. Ну, это новинки, поэтому я их схватила. Так-то я недавно делала закупку для него корма. Но решила в этот раз взять вот такие еще несколько пачек новинок. Взяла воронки. Взяла две штуки. Они мне очень нужны. У меня есть одна большая, но она уже сломалась. И, короче, вы представляете, воронка сломалась. Вообще, аномальное явление. Мне кажется, это такие товары, которые живут вечно. Но нет, она сломалась. И я купила новые, две такие красивые. Вот это, по-моему, 11 рублей, а вот это 9 маленькая. Кстати, я вам сейчас покажу, для чего я ее взяла. Заказала я на сайте Нью-Чик несколько прикольных вещиц. Смотрите, одна из них. Это спрей для масла, для подсолнечного, оливкового, любого, по вашему усмотрению. На сайте Нью-Чик оно было очень по приемлемой цене. Точно такой же дозатор я видела в магазине. Стоит 900 рублей. Мы вместе с вами его распакуем. Вау! Какая классная штука! Как я давно хотела себе такой. Смотрите. Класс! Обалдеть! Прям как на картинке. Один в один. В общем, вот это вот, шиколока вот это вот. И теперь мне не придется наливать масло подсолнечное, да? Но я в основном пользуюсь подсолнечным литрами. Хоть на сковороду, хоть салат заправить, хоть яичницу пожарить. Я буду экономно так, пш-пш-пш-пару вспрысков. И мне, я надеюсь, этого будет достаточно. Если вдруг кого-то заинтересует данная штука, я оставлю ссылочку внизу под этим видео, где я ее заказала. Давайте нальем сюда масло. Как обычно, я сначала все вымываю тщательно. А теперь можно уже спокойно, со спокойной душой наливать сюда масло. В общем, я ее раскрутила, видите? Очень такое тоненькое горлышко. Поэтому я купила вот такую тоненькую лейку специально для этого горлышка. Мне кажется, обычная сюда бы лейка не подошла. Я ее уже убрала, поэтому пробовать даже не хочу. Ну, это однозначно, да. Для такого горлышка нужна тоненькая лейка. Я думаю, она мне в хозяйстве еще пригодится не раз. Мое любимое Альтера Виталити с добавлением миндального масла. Все. Даже немного какой-то щелчок был. Закрыли плотно. Мне уже не терпится. Я хотя бы на ладошку попробую посмотреть. Интересно, насколько сильно оно распыляет. О, дошло. Так, теперь туго идет. Папля. Совсем чуть-чуть. Вот такой вот какой-то взбрызг. Совсем немного-немного. Мне кажется, если бы я Даши отставила, то был бы он прям такой пшик. Хотя, не знаю, у меня никогда не было такой штуки раньше, поэтому я не знаю, как он должен распылять. Может быть, это его вот такая вот капля и должна распыляться. На сайте они были в серебряном цвете, в золотом и в цвете розового золота. Мне понравился вот этот хромированный стальной цвет. Он такой ближе к классике. Ну, у каждого своя классика, но мне приглянулся больше именно вот такой цвет. Объем здесь идет на коробочке написано 100 мл. Смотрите, какую я еще заказала штуку. Там же на сайте Ньюшик я заказала вот такую трубочку. Сейчас мы ее вместе с вами распаркуем. Видите, она идет такая в индивидуальном пакете. Трубка-спиралька. Так, смотрите. Сейчас у нас лето впереди. Я буду готовить себе холодный кофе, мой любимый, фрапе. Какие-нибудь, может быть, компоты холодные тоже. Ну, комнатные, холодные, неважно, коктейли. В общем, мне понравилась вот эта трубочка. У меня такой не было. У меня были обыкновенные. Она такая мягенькая, мягкий пластик, гнущаяся. Знаете, не прям твердая. Одна вот штука, правда. Я думала почему-то, что их будет больше идти в наборе. Ну, вообще набор будет. Но шла она одна штука, штучная. До 200 рублей вот такая вот штука. Ну, по-моему, я видела у нас и в Укее такие. Они тоже поштучно продавались. Тоже в разных цветах там. Ну, ценник очень даже ничего. И, кстати, доставка у них бесплатная на сайте Ньюшик. И очень-очень быстро все доставляют. Знаете, у меня с этим сайтом вообще никогда не было еще проблем. Все, что заказываю, все приходит. И я, в принципе, всем-всем довольна. Ой, кстати, мне пришла вот эта трубочка бирюзовая. Смотрите, я фанат всех голубых оттенков. Она прям под мой стакан. Вау! Класс! У меня точно же все мои оттенки голубые. Как я сразу не догадалась. А я не выбирала цвет, по-моему. Может, выбирала, я уже не помню. И вот этот стакан у меня тоже. Ой! Тоже он с голубым дном. И опять же, сюда моя трубочка в комплект подходит. Я уже не помню, действительно, я выбрала голубую. Или это так просто попалось. Или так совпало просто. Но я очень довольна таким совпадением. Так, ладно. Хотела в другой раз показать. Показываю сейчас. Доказала еще я кое-что на сайте Ньюшик для дома. Вот такая вот штука. Идет этот декор. Можно этим зеркалом. Или что это? Пластик. Но это имитация под зеркало, знаете. Можно им что-нибудь украсить. В доме стену, мебель, шкаф. В общем, все что угодно. Смотрите, там их идет несколько штук. Такие маленькие, крупные капельки. Они такие вроде и камешки, вроде и капельки. Непонятное что-то. В общем, я заказала их. Вы знаете, сейчас покажу для чего. Мы их будем вместе с вами пробовать кое-куда наклеить. Просто отклеить нужно защитную вот эту вот пленку. И он будет легко приклеиваться самостоятельно. Посмотрим, как они там выглядят. Ой, тут много прям. Сначала достала в руке на ощупь. Казалось, что их совсем мало. А нет. Их тут прям много-много. Маленькие, большие. Смотрите, я разобралась. Вот здесь стекло. Они тоже в пленочке идут. Вот так вот. Поддираем пленочку. И поверхность довольно-таки прям зеркальная. И с обратной стороны тоже вот. Оп. Вот эта вот штука. Она как раз та сторона, которой... Ого! Клеит неплохо. Не, ну так-то это, видите, это пластик. Это не стекло, не зеркало, конечно же. Это просто пластик с такой вот напоминающей зеркало поверхностью. В принципе, оно не бьётся, не разобьётся, не порежетесь им, ничего. Вообще оно никакой опасности из себя не представляет. Поэтому оно можно даже детям его покупать. Спокойно могут использовать их как декор какого-то своего там, да, уютного гнёздышка в их детской комнате. Такими вот интересными камушками, каплями. В общем, ну, кому как больше нравится. В общем, украшать мы будем сейчас вот это зеркало со снежинками. Сейчас мы попробуем замаскировать этот угол вот этими штуками вместо снежинок. Многие из вас писали, Танюша, убери снежинки, убери снежинки. Но они здесь не просто так и сели. Они именно вот закрывали то, что не должно было быть видно. Сейчас там будут вот эти вот камушки зеркальные. Вуаля! Как вам такой формат? Совсем другое дело, да? Гораздо стильнее или моднее. Ну, по-другому, во всяком случае. А раз по-другому, уже свежее. Ну, как вам такое преображение? Мне кажется, очень даже неплохо получилось. Ещё одна находка я хочу с вами поделиться, которую я закатала на сайте Ньюшик. Смотрите, такой вот кронштейн. Я давно его хотела, искала. Например, в магазине Икея я его встречала. Стоит он там около двух тысяч или больше. Мне хотелось его, конечно, приобрести по более выгодной цене. И, о чудо, он мне попался на сайте Ньюшик. Я его, конечно же, не сомневаясь, заказала. Конечно, из-за габаритов моей кухни он будет казаться немного громоздким. Но мне всё же его хотелось. Я буду его использовать для сушки бокалов. В этот проём бокалы продеваются. Смотрите, с одной стороны здесь расширенный вход. С другой стороны он идёт зауженное. С этой стороны я буду прикручивать его на один саморез. А с этой стороны идут два отверстия, так как оно идёт у нас пошире. Длина данного кронштейна 55 сантиметров. Идёт он из стали, хромированный, металлический. Пришёл он без всяких повреждений, царапин, сколов. Нигде не погнуто. Всё идеальное, всё ровненькое. Сейчас я его прикручу и покажу вам, как это будет смотреться. Вуаля! Ну, конечно же, я её сама не прикрутила вручную. Отвёрткой это сделать было невозможно. Мне помог сосед, пришёл, прикрутил всё это дело шуруповёртом. Так теперь выглядит моя барная стойка. Ну, домашнего формата, конечно. Я вот так и хотела всё это, чтобы у меня выглядело. Смотрите, да, вот весь свой арсенал повесила. Можно, конечно, чтобы оно здесь сушилось. Можно, чтобы оно здесь висело постоянно. Можно его просто вешать, когда просушиваешь после мойки. Очень удобно, если я всё это дело буду снимать. Вот так, да? Тоже удобно достаётся. Очень хороший, удобный проём. В общем, вот так она аккуратно смотрится, если она свободная. Практически её незаметно. Субтитры делал DimaTorzok Добавила немного уюта в мой дом с помощью таких вот, да, незначительных врачей. Сейчас будем вместе с вами готовить кушать. Я знаю, вы любите мои кулинарные видео. Сегодня мы будем готовить один известный уже всем, излюбленный рецепт. Мы будем готовить сегодня лапундрики. Да, я уже разморозила грудку. Сейчас я её подготовлю как следует. Видео уже вы это видели. Если не видели, переходите по ссылке обязательно. Смотрите подробный рецепт. А я сейчас быстренько всё это сделаю. Поэтому отдельное видео записывать не буду. Сделаю просто ссылочку на это видео. И кому будет интересен подробный рецепт, просто переходите, смотрите. Там всё будет очень-очень подробно описано. А я, в принципе, ну, может быть, какие-то отклонения сегодня будут от рецепта. Но по-быстренькому вам всё же покажу снова. Светомитеры у меня волосы сегодня немного завитые. Я ничего с ними не делала. Я просто легла с чуть-чуть влажной головой спать. Представляете, они у меня вот так вот закрутились. Как будто бы даже какие-то локоны. Мне прям нравится. Я решила, что в следующий раз я даже заплету косички. Чтобы были такие вот, знаете, естественные кудри, что ли. Вот кто не знает, даже не замечает, что у меня наручные волосы. Я вообще от них кайфую. Вот. Не знаю, кому там что не нравится, я довольна. Вот. измельчила курочку на кубики где-то один квадратный сантиметр нарежем мелко одну луковичку я переложила наш фарш в более удобную миску побольше чтобы мне было удобнее это все потом перемешивать добавим 2 яйца соус с лимонным соком можно майонез можно сметану я многовато наверно муки положила но зато не сильно жидкая не будет растекаться в прошлый раз я мало муки положила и она у меня прям растекалась как оладики даже еще жиже в этот раз прям нормально в общем разогреваю я сковороду и сейчас мы будем тестить вот эту вот штуку как она будет брызгать смотрите ну прикольная штука мне нравится но честно сказать надо ближе к сковороде подносить потому что разбрызгивается немного и за пределы сковороды ну а в целом конечно штука прикольная ну а ну а Субтитры сделал DimaTorzok Все румяненькие, даже немножко чернявенькие, но в меру, главное, все вот идеальненько прожарено. Что я хочу сказать? Вот эта штука реально офигенная. Мне все равно, будете вы ее покупать или нет, она у меня есть, я вам ее не рекламирую. Делюсь своим лайфхаком. То, что мой личный лайфхак, то, что она реально не перебарщивает с маслом. У меня, я уже надкусила, да, вот этот вот мой лапундрик, смотрите. Идеально прожаренный, нет ни крови, ничего и не капает с него масла. Сковорода была практически сухая, но все идеально прожарилось. Нету вот этого ощущения, что у тебя весь рот в масле. Обалденная штука. Как я раньше без нее жила, не понимаю. Рука уже надрывается, надо идти угощать мамулю моими лапундриками. И немножко перекусить, подкрепиться со мной. Ну и на десерт у меня будет сегодня морковное пюре со сметаной. Сейчас я покажу вам, как я его буду готовить. Субтитры сделал DimaTorzok Ну что ж, на этом я буду заканчивать свой влог. У нас сейчас идет парад военной техники. И я наблюдаю, в принципе, этот парад, даже не выходя из дома, из окна. Сам парад я посмотрела тоже через прямые эфиры своих друзей. У нас на театральной площади он сейчас проходит. Погода, правда, конечно, не очень, поэтому я никуда не пошла. И там пробки жуткие. Как мне уже доложили друзья, кто пошел на парад, говорят, что там жуткие пробки. Народу валом не протиснуться в эти очередя, в эти толпы. И машину тоже, конечно, поставить негде. Только если ты живешь совсем рядом, это более-менее удобно дойти туда как-то пешим ходом. Но мне идти туда далековато. Я же на этом с вами прощаюсь. Хорошего вам еще раз настроения, хорошего дня, позитивных мыслей, мира, добра, конечно. И, конечно же, любви и счастья вам и вашему дому.